Сегодня первый в жизни звонок прозвенел для шестилетней Ульяны Логвиновой, которая пришла на торжественную линейку в восьмую школу. Для нее это важное и волнительное событие. Девочка хочет поскорее сесть за парту и отправиться в страну знаний. Учиться собирается на девятки и десятки. Как ты занималась, как ты училась, чтобы пойти в первый класс? Что ты для этого делала? Дома занималась, буквы учила, считала, писала. Школьный звонок прозвенел в этой школе для 60 таких же первоклашек. Поздравить их и остальных учеников с началом учебного года сюда тоже пришли гости. Среди них депутат городского совета депутатов Инна Новикова. Впереди вас ждет ежедневный кропотливый труд. Труд прежде всего над собой. Потому что каждый из нас, ваши родители, ваши педагоги, мы ждем, что вы будете успешными людьми. А для этого необходим обязательно труд над собой. Это самодисциплина, это внимательность, это ответственное отношение ко всему, что вы делаете. Слова напутствия молодому поколению народные избранники сказали также и в 34-й школе. После торжественной линейки они заглянули на урок мира к первоклашкам. Конечно же в этот день, в день знаний, хочется пожелать в первую очередь нашим первоклашкам, для которых начинается новый этап в жизни, всего самого наилучшего. Хочется, чтобы они действительно эту страницу своей жизни прошли очень достойно, чтобы ими гордился не только город, но и вся страна. Еще одним важным гостем стал ветеран Великой Отечественной войны Борис Музалевский. Он зашел к ребятам младших и старших классов и вспомнил о том, как много десятков лет назад тоже был таким же мальчишкой и усердно постигал школьные предметы. Чтобы они приносили пользу и себе, и своему государству, когда они уже будут иметь какую-то специальность. Выросли очень внимательными, добрыми, хорошими людьми, товарищами. Начало учебного года стало волнительным и радостным моментом также для молодых специалистов, которые провели сегодня свои первые в жизни уроки в 34-й школе. 21-летняя Лизавета Игнатьева – одна из них. Она учитель географии, окончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Под ее началом – пятиклассники. Все-таки планирую довести свой класс до конца, выпустить его, прожить с детьми эту школьную жизнь. Я считаю, что наша школа самая лучшая, и я думаю, что мы и показателями будем в этом году поддерживать ее, укреплять свои знания, и детей хороших будем выпускать, хороших специалистов. К слову, в это учебное заведение на отработку распределилось сразу восемь молодых педагогов. Все полны энтузиазма и желания быть полезными своим ученикам. Уже завтра они с головой укунутся в учебный процесс и будут постигать университетскую науку на практике.